Добрый день! Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня воскресенье, 28 февраля, это первый день календарной весны, хотя на самом деле весна наступает с 12-го, как по-старому календарю. И вот я решил, так сказать, в привод обострении чувств и всего остального еще раз обратиться и рассказать. Да, я решительно изглезда написал, решил уехать. Почему? Ну, начательница, вот эта страна, она похожа такой на худший застой 70-х годов. Да, ну, там были свои плюсы, свои минусы. Ну, там была какая-то социальная система, были какие-то правила игры. Но вот эти люди, которые сегодня создали дубль-два застой 70-х годов, они не будут понять одного, что в истории не бывает повторений никогда зеркальных. Да, и что, так сказать, они оставив, создав авторитарную систему управления, вместе с этим уничтожили и систему социальной гарантии, которая была в СССР. Да, там была действительно тоталитарная система, но там была и система социальной гарантии, плюс были какие-то понятные правила игры. То есть, там, ну, веди себя так, так сказать, не особо не лезь на рожон, не призывай к свержению и так далее. Ну, и как-то тебе какой-то кусок хлеба дадут. Не жирный, но дадут. Сегодня же нет у нефти никаких системы социальной гарантии. Я не свободу отняли, понимаете? Вот они сегодня не дают мне паспорт, чтобы уехать. Там, конечно, я поучу и уеду, потому что, несмотря на все провокации, ну, невозможно в 21 веке человека оставить и не дать ему возможность уезжать, если он не хочет здесь жить. А действительно невозможно жить. Вот если вы понимали, ну, вспомните, как в 70-е годы уезжали, там, ну, так сказать, ну, уезжала, в том, продвинутая элита, да, которая видела мир, которая понимала, что не хватало свобод, в том числе свобод политических, свобод духовных и так далее. Ну, а сегодня нет вообще ничего. Сегодня элиты, как таковой, нет. Почему? Там все-таки была какая-то такая система управления была, была наука, была армия, были социальные группы. Вход туда был, так сказать, ну, достаточно можно было запросто войти, учись, служить, так сказать, выполнять какие-то правила поведения, сегодня этого ничего нет. Они все уничтожили. Уничтожили науку. Туда приходят люди, ну, вот сейчас взять юридическую науку, да, они в 70-е годы пересказали вот эти вот концепции прав и свободы и дали самую авторитарную конституцию в Европе, да, ну, где почти нет, это система разделения власти, где президент всех назначает, от судей до министров и так далее, и тому подобное, где распускают Думу, нижнюю палату, да, и в итоге... И ничего не получилось. Местное управление решили создать. Тоже, видите, губернаторы командуют кого назначать, выборов тоже нет. И вы понимаете, ну, у людей, вот, вроде меня, да, у которых есть активная какая-то позиция, есть какое-то образование, которые понимают, что происходит, они как рыбы об лёд вот, стучат, и им некуда себя реализовать. И не только я один. Многие-многие в такой ситуации, ведь, ну, не все же, так сказать, особенно гуманитарии, да, не все же пойдут там заниматься приватизацией в 90-е годы, потому что там не было права. И вот мне вот когда жалко этих людей, у нас огромное количество очень умных людей, толковых, талантливых, и вот мне их жалко. Я вот не могу, потому что, ну, я уже задыхаюсь, понимаете. Ну, ничего нету, ничего. Вы посмотрите на эти личности, на этих людей. Воровать я не могу и не хочу. Потом, так сказать, если я копейку ворую где-то, ну, вы знаете, что ко мне особый счёт, я, меня тут же закроют, и ещё руки будут потирать от восторга. Хотя на самом деле, и так далее. Поэтому, вы знаете, ну, и ведь в этом хорошо ничего нету. Ведь уезжали, и тогда сейчас, уезжают не худшие, да. Ну, тогда, кстати, ну, там были, конечно, которые, там, действительно ярко, эти советчики были, и так далее. Ну, и то есть с ними пытались как-то разговаривать, что-то давать им, как это сказать, вести себя. А это у вас, в общем-то, без разницы. Вы понимаете, в чём проблема? Ещё другая проблема, чтобы вы правильно понимали. У них закончится стаб фонда, он закончится, вот через полтора, и всё. У них рухнут все программы. У них рухнет вся экономика, все социальные гарантии, всё рухнет, понимаете. И поэтому сегодня служить этому государству, ну, нет никакого резона. Почему? Потому что они кинули пенсионеров в 90-х годах, не стали им платить пенсии. Они кинут и военных, и вот я, и семья служит сотрудники безопасности, вы думаете, что они вас не кинут? И вас они тоже кинут. Как они кинули тё поколение, и так далее. Ну, невозможно, вы понимаете, невозможно. Невозможно никаких уполнений, никаких отношений выстраивать. Ничего невозможно с государством. Поэтому я, да, уезжаю, и, ну, что поделаешь, видите. Конечно, не, ну, я, конечно, вот привык. Я, по-моему, что-то, я был за границей, и северные физические профессии, вот, и северные страны знаю, и так далее, но, ну, конечно, ментальность у меня русская. Я русский, вырос здесь, и корнями, так сказать, из русской глубинки, и так далее. Ну, невозможно, ну, невозможно. Ну, как жить в стране, где ничего нет, где одни служат цинизм, вранье и коррупция дико. Ну, вот так вот. Поэтому, вот такой крик отчаяния, если хотите. Вот так вот.